...педагогам предстоит заполнять дневники наблюдений. В Талсе довольны, что их школа попала в список подопытных. Наша школа одна из первых в Талсе. Нам 96 лет сейчас. И мне кажется, что влажность во многих классах больше, чем надо бы. Возможно, что есть где-то и плесень. А потому мы будем рады, если нам это скажут после завершения этого проекта. Уже пилот проект показал. Уровень СО2 утром обычно в норме, но к концу дня резко возрастает. И ученикам сложно концентрироваться. А это сказывается на учебном процессе. Иногда для исправления ситуации достаточно всего лишь проветривать классы на каждой перемене. На следующей неделе приборы отправятся в Витзема. И в феврале будут готовы обобщенные результаты по всей Латвии. Данные используют для улучшения условий в школах. Проект финансируется в ВОЗ до 2017 года, если будут выделены средства. Инспекция здравоохранения намерена проверить 66 школ. А к 2020 году – 132. И вовремя уже разработаны новые гигиенические требования для образовательных учреждений. С 2020 года есть обязательные требования для всех школ о площади на одного учащегося. И это два квадратных метра на одного учащегося, которые не все школы сейчас могут обеспечить. Особенно крупные и городские школы, в которых большое количество учащихся. Посчитайте, если больше 30 детей в классе, то должны быть кабинеты минимум по 60 квадратных метров. Можем ли мы это обеспечить всюду? Вот в чем вопрос. Как эти требования совместить с постоянной оптимизацией, то есть сокращением количества школ, непонятно. Либа Меллер, Элвис Пукевец, Первый Балтийский канал, Талсы Кулдыга.